В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Конструктивная дискуссия и готовые решения. В развилке прошла встреча первого заместителя главы администрации муниципалитета Альберта Гравина с местными жителями. Здесь не будет подъезда, потому что шлагбаум мы оставим. А шлагбаума одного будет достаточно? Конечно, а мы по периметру огородим забор. Всего за две недели двор у дома номер 24 по заводской улице заметно преобразился. У меня нет претензий, да, очень хорошо. Потому что площадок вообще у нас в округе практически не было. Фестиваль «Мамы вместе» собрал видновские семьи в усадьбе Тимохова-Саласкина. Мы объединяемся, делимся полезными советами по бизнесу, устраиваем совместные проекты. Жители дома 1А в развилке устали терпеть соседство с большой контейнерной площадкой для сбора твердых коммунальных отходов. Куда? Как они уверяют, свозят мусор со всего поселка. Граждане обратились за помощью в администрацию Ленинского округа. На организованной встрече удалось решить этот и другие насущные вопросы. Подробности в материале Екатерины Борисовой. Мусорная контейнерная площадка напротив дома 1А в поселке Развилка давно не дает покоя местным жителям, живущим рядом. По их словам, сюда свозят мусор со всего поселка. Причем не только твердые коммунальные отходы, но и строительный, а также крупногабаритный мусор. В итоге образуются завалы, запах от которых доходит до окрестных домов. Мы ночевали на этой площадке для того, чтобы тормозили людей, штрафовали, чтобы сюда не... Здесь у нас стояла народная дружина всегда. Здесь постоянно жили и жители, и мы. Мы со всего поселка соберем мусор, принесем его сюда жителям вот этих домов. Кушайте, питайтесь на здоровье, нюхайте. Но это не интересно никому, и зачем это делать. Местные жители при поддержке начальника территориального отдела «Картинский» Андрея Извекова и депутаты Татьяны Вуевич обратились за помощью в администрацию округа. По поручению Алексея Спаскова разобраться в ситуации приехали первый заместитель главы администрации муниципалитета Альберт Гравин, заместитель главы Елена Лобачева, представители Дорсервиса и депутатского корпуса. На встрече жители рассказали, как видят решение проблемы. Для крупногабаритного мусора, я считаю, что нужно сделать отдельную площадку, чтобы повесить везде объявление, что для такого мусора есть площадка специальная там, то будьте любезны, пожалуйста, возите туда. А помойки, как мы есть, так и пусть есть, они будут. Никуда не деться. Людям же мусор нужно выносить. Ну и желательно, конечно, сделать под ключ всем, чтобы кто живет, тот пусть и пользуется. Взвесився за и против, было принято решение организовать индивидуальный доступ к контейнерной площадке по ключу. Мое предложение – ее развернуть, поставить спиной к дороге здесь, а здесь муниципальная земля. И оградить забором по периметру, чтобы здесь можно было только... Каким образом мы исключим вот это безобразие, если мы ее развернем? Здесь не будет подъезда, потому что шлагбаум мы оставим. А шлагбаума одного будет достаточно для того, чтобы... Конечно, а мы по периметру оградим забор. Также жители попросили спилить сухостой около контейнерной площадки и разобраться со стихийной парковкой напротив хозяйственного магазина, мешающей безопасному движению пешеходов. В этом месте тротуар прерывается, и жители вынуждены идти по проезжей части. Этот вопрос решили прямо на месте. Я согласование с собственником получил. Тогда сейчас мы дадим поручение, этот забор вот на метр или на полтора метра сдвинем, и машины встанут нормальные, у жителей будет спокойный проход вдоль этой дороги. После переноса забора тротуар вдоль проезжей части продля, а для парковки также найдется место. Альберт Гравин заверил, что все вопросы будут решены в ближайшее время. Взяли месяц, до 10 сентября. То есть это связано прежде всего с перемещением мусорной контейнерной площадки. А все остальное здесь, собственно говоря, в руках вот теперь начальника территориального отдела Андрей Александрович, который будет это контролировать вместе с депутатским корпусом. Таким образом, за одну встречу удалось обсудить и решить самые острые проблемы жителей этой части развилки. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Лето – время активной работы по благоустройству. Еще две недели назад у двор, у дома номер 24, по улице Заводской только жил ожиданием больших перемен. А сейчас существенная часть запланированного выполнена. О том, как преобразилась территория в сюжете Татьяны Брыловой. Раньше детям, живущим в этой округе, приходилось гулять либо на той уже изжившей себя детской площадке, либо отправляться в другие дворы. Сейчас ту площадку реконструировали, плюс построили новую большую детскую площадку, да еще и спортивный комплекс. Случилось это благодаря реализации программы комплексного благоустройства. Изменению подлежат детская площадка, на которой заменили малоигровые формы, асфальтовое покрытие проезжей части вдоль дома. Здесь уже готовы новые пешеходные дорожки, а вскоре появятся скамейки, вокруг которых будут зеленые газоны. И взрослым, и детям нравится такое преобразование. Они две площадки, мне очень нравятся. Там есть такая штука классная, где можно вставать и крутиться. Там еще есть горка, качели, паутинка. Раньше где играли? Где играли раньше, там была площадка, и тут было детские, в основном площадки были. Эти круче? Да, эти круче. Маша живет аж в зеленых аллеях. Шла в библиотеку и задержалась. Мне нравится. Что тебе застраивается? Площадка, церкви, как все сделано. Реализацией проекта занимается Дорсервис. Его сотрудники постоянно в контакте с местными жителями, общественниками и депутатским корпусом. Правда, депутат, который отвечает за данный участок, пока не был замечен жителями. Его обязанности выполняют другие. В территорию не совсем входит мой избирательный округ, но так как, к сожалению, депутат по территории, избранный здесь, Павел Николаевич Гурудинин, в силу каких-то причин, редко здесь появляется и не может или не хочет следить за ходом работ. Но приходится как-то помогать, поддерживать. Это же наши общие жители, нашего любимого края, мы не можем их бросить. Максим Арапов в декабре прошлого года избирался по данному участку, как депутат, но проиграл Павлу Гурудинину. Возможно, это нонсенс, но именно он теперь занимается вопросами благоустройства данной территории, общается с рабочими и жителями. Здесь было обращение именно граждан, когда я собирал у них, соответственно, обратную связь. В прошлом году они просили благоустройство именно этой площадки. Была просьба сделать освещение, в процессе оно тоже будет здесь выполнено. Несмотря на то, что работы находятся в завершающей стадии, жители и сейчас обращают внимание на некоторые моменты. Так пенсионерка Клавдия Ивановна считает, что песку вокруг детской горки не место. Ну это туалет для кошек, детям песок. Ну как вы думаете, вот дочку вы своими когда-то, кто вас дети пустили бы в такое? По проекту, как ответил нам сотрудник Дорсервиса, Николай Юдин, это песочница. На самом деле, там вы видите площадку, это песочница. Она благоустроена именно, соответствует, вернее, всем стандартам. Никаких, я думаю, что никаких там вот таких вот моментов, связанных с похождением животных, которые находятся, конечно же, под наблюдением хозяев, не будет. Молодые мамы дали хорошую оценку преображением своего двора. И спортивная, и детские площадки им нравятся. У меня нет претензий, да, очень хорошо. Потому что площадок вообще у нас в округе практически не было. Была вот эта совсем детская площадка. У нашего дома тоже уже как бы мои дети выросли. А вот это очень устраивает, им нравится. Но пока ни одна площадка не введена в эксплуатацию. А это значит, что играть на них небезопасно. И взрослым, и детям стоит подождать окончания работ. Осталось совсем немного. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видное ТВ. В поселке совхоза имени Ленина появилось новое общественное движение, основной целью которого является налаживание отношений между населением, властью и бизнесом. Первая пресс-конференция и встреча с жителями состоялась в Центре культуры поселка. Правда, регламент мероприятия пришлось менять прямо по ходу действия. Слово Дмитрию Книги. В совхозе имени Ленина появилось общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Инициаторами его создания стали предприниматель Артем Грудинин и депутаты Ленинского городского округа Мария Гаевская и Александр Баюклин. На данный момент не до конца существует диалог между людьми, властью и бизнесом. И наша основная цель и задача – сделать так, чтобы все слышали друг друга. На настоящий момент существует напряженность между жителями и руководством ЗАО «Совхоз имени Ленина», которое решает все бытовые и социальные вопросы, касающиеся развития и жизни поселка, в свою пользу. Новое движение предлагает убрать за скобки все политические моменты и сесть за стол переговоров. На встрече жители хотели задать накопившиеся вопросы, однако сделать это им оказалось непросто. «Очевидно, под воздействием третьих лиц была включена сигнализация пожарная. Потому что, как видим, задымления нет. Спустимся на улицу, сейчас через первый этаж увидим, что также опасности для жизни присутствующих нет. Поэтому, ну, провокация очередная». «Все, опасность миновала, можно заходить?» «Нет». «Почему?» «Сказали, что нельзя». «А кто сказал?» «Павел Николаевич Грудинин». «Павел Николаевич Грудинин, спасибо». Продолжить мероприятие было предложено на улице. «Есть поговорка хорошая. Вижу цель, не вижу препятствий. Я не вижу препятствий. То, что включили сигнализацию, ну, это расписка в бессилии, собственно. Потому что вы все это тоже видели, все это снято, и Бог с ним. Это не помешает нам двигаться дальше, организовать наше движение шире, и, кстати, не защитит тех, кто это устраивает от наших вопросов». Местные жители надеются, что лидеры общественного движения помогут решить им свои проблемы. «Мы сейчас, как говорится, только прислушиваемся, узнаем людей. По делам их судите их правильно. Если мы обращались к тем предыдущим руководителям и на нас не отреагировали положительно, как в наших интересах, и действительно это нормально, то, что мы не требовали ничего такого заоблачного. Ну, сейчас у нас второй вариант появился. Почему не воспользоваться и не посмотреть дальше? Задача выстроить диалог, и чтобы не только, допустим, сотрудники ЗАО «Совхоза» могли иметь доступ к благам цивилизации, да, и благам, значит, социальными льготами пользоваться, в том числе, ну и все жители «Совхоза». Одним из примеров действий руководства предприятия стало отключение электричества и водоснабжения на территории местной автостоянки. Из-за этого уже полтора месяца более трехсот жителей вынуждены искать другие места для парковки своих автомобилей. «Совхоз имени Ленина обещал нам, что они нам подадут коммуникации, если мы будем пропускать к зданию КНС их сотрудников. Сотрудники КНС проходят сюда на ежедневной основе, но, к сожалению, своих обещаний «Совхоз имени Ленина» не выполнил». Та же участь постигла детское кафе у дедушки АУ и ряд других объектов. По какой причине директор совхоза принял такое решение, он не объясняет. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Насыщенные выходные всей семьей провели многие видновчане в Тимохово-Саласкино, где впервые прошел фестиваль «Мамы вместе». На месте событий побывала наша съемочная группа. В минувшие выходные на территории усадьбы Тимохово-Саласкино впервые проводился большой двудневный семейный фестиваль «Мамы вместе». Создать такую площадку для отдыха на свежем воздухе и обмена опытом решило сообщество «Бизнес-мам» города Видное. Мы объединяемся, делимся полезными советами. По бизнесу устраиваем совместные проекты. Вот один из таких проектов сегодняшний – фестиваль «Мамы вместе». «Мамы вместе» – фестиваль социально-благотворительный. Одним из главных его участников стал фонд «Подари свет», известный как организация, помогающая детям, родившимся на раннем сроке. Все, что будет собрано от мастер-классов, просто от доброты, люди могут перечислить в фонд любую сумму и помочь навязать вот такие вот красивые вязаные вещи, которые мы передаем в перинатальные центры. Фонд «Подари свет» много лет сотрудничает с Видновским перинатальным центром. На фестивале его представители подарили врачам большую картину с необходимыми детям вещами. Те подарки, которые сегодня они подарили, будут в дальнейшем способствовать росту наших деток. Для детей была устроена большая развлекательная программа. Помимо всевозможных мастер-классов, они вместе с родителями могли принять участие в квесте, а в нем нет проигравших. Каждый участник получал гарантированный приз от партнеров фестиваля. «Shoot the pirate ships» – задание «Стреляй по пиратским кораблям». Расшифровать послание и попасть в корабль из рогатки – одно из заданий квеста. Легенда, придуманная сотрудниками Академии иностранных языков, понравилась многим участникам. У нас есть легенда, по которой у английской королевы украли сокровища, и для того, чтобы вернуть их и забрать их от пирата, нужно выполнить ряд условий. Вот сейчас наши участники как раз активно участвуют и стреляют по пиратским кораблям, отвоевывают сокровища королевы. С интересом проходили испытания как дети, так и их родители. Все весело проводили время и через игру знакомились с видновскими организациями и их создательницами. Здесь очень интересно. Можно научиться чему-то новому, приобрести любые навыки. На фестивале «Мамы вместе» некоторые видновчане участвуют в мастер-классах или квесте, а кто-то слушает лекции. Рядом со мной сейчас Марина Трофимова, которая только что закончила свое выступление. Как вам атмосфера праздника и каково это выступать на сцене? Ну, знаете, на сцене выступаю всегда волнительно, где бы ты, собственно, не находился, на каком бы фестивале или ярмарке. Поэтому, конечно, ты переживаешь, особенно выступая на большую аудиторию. Но это очень крутой опыт. С 11 утра до 5 вечера на сцене фестиваля работал лекторий. Здесь выступили более 10 спикеров – психологи, продюсеры, врачи и бьюти-мастера. Цель – сделать некую такую площадку для общения, делиться каким-то опытом. Поэтому мы пригласили много спикеров, которые направлены по развитию своего бизнеса, как в Инстаграме, да, то есть обмен опытом продаж. Мы в этом фестивале хотели объединить, в принципе, всех мамочек. Не только наши сообщества здесь участвуют, здесь есть представители других сообществ, как мам с хор выступали на сцене. Есть участницы нежного бизнеса. В первый день в фестивале приняли участие более 28 организаций. Гости праздника смогли попробовать себя в разных ролях. Кого-то заинтересовал гончарный круг, а кого-то – украшение печенья. Хорошее настроение было и у взрослых, и у детей. Решила вот со своей семьей посетить, потому что это отличная возможность разведшись в выходной день, отдохнуть и очень классное мероприятие. Прядик мне понравился. Я делала подделки, английский изучала, пряники делала и покушала тортики. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. О спорте. В своеобразный матч-реванш превратилась в встреча видновских футболистов из команды «Металлург» с коллегами из Обнинского кванта. Напомним, что команды уже встречались в рамках чемпионата России. Тогда наши спортсмены одержали победу со счетом 1-0. Нынешняя игра стала стартовой в первенстве профессиональной футбольной лиги и прошла в Обнинске. Дебют матча у видновской команды получился довольно удачным. Уже на второй минуте Павел Барбашов, который, кстати, отличился и на прошлой игре, несмотря на усилия трех защитников, забил гол в ворота соперников. Видимо, такое начало несколько раз слабило видновчан. Мало того, как позже признался главный тренер футбольного клуба «Металлург» Видное, это же стало и негативным фактором. Слишком мы быстро гол забили, сразу перестали играть, хуже стали играть. Не понравилось, нам об этом сказали. Поэтому спрашивать нужно только себя, я считаю. Действительно, футболисты из Обнинского кванта не упали духом, а начали активно навязывать сопернику собственную игру. В результате уже на девятой минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря Видновчан, который не смог удержать в руках мяч, они сравнивают счет. Еще одна ошибка защитников стоила очередного мяча в воротах «Металлурга». 2-1 с таким счетом закончилась первая игра наших спортсменов в рамках профессиональной футбольной лиги. Забили два гола, и я так считаю, что близок мы были к третьему, чем к ничьей в первом таре. А во втором уже, конечно, просто терпели. Не знаю, чем со психологией мы больше связаны, на мой взгляд, все равно, чем с такими футбольными моментами. Следующий матч команды «Металлург-Видное» пройдет на домашнем поле 14 августа. Им предстоит сразиться с молодежным составом футбольного клуба «Хинки». Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!